В раннее утреннее время обрабатывали остановочные павильоны, разные пешеходные переходы. Спасибо огромное, говорил я сегодня и мастерам, сегодня говорил я спасибо и руководителям администрации районов и не только города Ульянска, и Маинска, и других, в отношении которых огромное количество слов благодарности прозвучало в различных социальных сетях. Да, в общем-то, я и сам. Вчера поздно вечером уже возвращался домой, около 12, видел, как работают машины, видел о том, как работает министерство под руководством Андрея Сергеевича Дмитрия Александровича Валерьевна. Спасибо и им, спасибо и дорожникам, спасибо и работникам автовокзалов, и ДИГДД, вот руководители здесь присутствуют. То есть мы, в общем-то, даже при некотором недовольстве отдельных граждан, на мой взгляд, сумели справиться с той непогодой, которая у нас с вами была на территории Ульяновской области, мы вовремя успели настроить нашу технику с летним, на зимний вариант, мы вовремя смогли закрыть трассы федеральной дороги, региональной дороги, мы вовремя смогли обеспечить безопасное укрытие большого количества международного транспорта, мы вовремя смогли оповестить огромное количество людей, в том числе и вывезти людей, например, после второй смены, там, с автомобильного завода, с механического завода, чтобы никто не застрял, переезжая в Прибрад. Но это было вчера и сегодня с утра. Я давал поручение о том, чтобы до 18 часов мы в полном объеме привели города и населенные пункты в достойное состояние, нормативное состояние. Поэтому давайте сегодня мы подведем итог тому, что у нас произошло. Пожалуйста, Сергей Сергеевич, сразу, так сказать, всю характеристику по каждому району города Ульяновской в целом. Сергей Сергеевич, можно на две с половиной минуты небольшой видеорубик? Пусть себя переключите, пожалуйста. Без звука? Ну и бурсы. Без звука тоже понятно. Без моторов. Хорошо, в самом главе видно о том, что это вчерашний день. А это начало и сегодняшний день, Сергей Сергеевич. Мы все собрали. Мы порядка, но это вчерашний день, в случае... Да, это начало. Уже у нас только 65% и мне еще немного выбралось от. Сейчас. Вот ГАИ сопровождают большой. Спасибо, Геннадий Иванович. Спасибо сказать, конечно, и поблагодарить. В других регионах, в других этого не было. Надо честно сказать. Машины идут навстречу движению. Технику, да, не все-таки, да? Был бы не купить технику, и поэтому, конечно, надо ее дальше приобретать. Вот 18-ти какие, Сергей Иванович, работают на территории Туриковой? Вот эти вот экипажи, Сергей Иванович, они по 5-6 машин дают очень, в общем, на такой вот толчок в Рашкирский дорогу. Хорошо. Давайте. Уважаемый мастер Иванович, как мы видим из этого сюжета, о том, что, да, работа в работах, техника на сегодняшний день. Мы в течение суток, да, попали в очень сложную ситуацию. Здесь на видеоролике было показано, но вовремя успели, подготовились. И как вы помните, когда мы делали объезд по городу, мы часть техники перевели уже на весенний летний период. И нам практически пришлось в течение 10 часов переоборудовать автомобили для того, чтобы выходить вот из этой ситуации. Поэтому за вот эти сутки мы отработали на сегодняшний день техникой, вывели в общем счет, Сергей Иванович, 234 единии техники в течение всех суток работали. Это показывает и вывоз снега, и вот эти вот наши букеты. Далее, значит, дурным строй в ночь работали, как я вам докладывал, рано утром, в общей сложности 195 единиц, и в дневное время работало 90 единиц. Мы вывозили снег, подметание, и на сегодняшний день вот то, о чем вы нам рекомендовали днем, когда вы проводили с нами совещание, по всем на сегодняшний день замечаниям жителей, они у нас все зафиксированы, Сергей Иванович, и в адрес вас, и в адрес городских служб. Мы выезжали, проехали, и, как я вам и обещал, о том, что дороги первой и второй категории мы до 18.00 привели в нормативное состояние. Дороги третьей и четвертой категории мы привели в нормативное состояние где-то 80%. Но здесь каким образом, Сергей Иванович, есть вопросы о том, что на пучинах стоят автомобили. Вот, например, вы проезжали сегодня по улице Артищево, если это центральная часть, мы идем, она чистая, но справа и слева стоят автомобили. Вот сейчас вечером эти автомобили убирают, и к утру мы, конечно же, приведем все нормативное состояние. Но если брать, вот по Ленинскому району, Сергей Иванович, работал на территории района с помощью городских муниципальных предприятий 323 человека, 73 единицы техники, в том числе 237 дворников и 28 единиц техники управляющей компании. Практически сегодня я могу вам прямо показать отчет с фотографиями. Все дворовые территории, все дороги сегодня расчищены. Я сам лично выезжал. Спасибо, что вы мне предоставили такое время, освободив от совещания. И по улице Фурманово, и по улице Арченикидзе, это частный сектор, улица Роза Люксембург, которые тоже были приведены в нормативное состояние. Мы привлекли еще наши муниципальные предприятия Электротранс, которые также работали на расчистке своих трамвайных путей, и 31 человек работали на расчистке трамвайных остановочных павильонов. Всего было очищено 122 павильона, то есть мы трудностей сегодня не создали. Мугульгэс также работал для того, чтобы освободить свои территории от снежных наносов. Правый берег 32 человек и 7 единицы техники работали на том, чтобы наше светофорное хозяйство было в нормативном состоянии. Наш городской центр по благоустройству и озеленению работал, 20 единиц техники и 84 человека работающих. И, как я уже докладывал, управляющие компании, 1159 человек-зборников, вся информация у нас есть. У нас сегодня по управляющим компаниям, Сергей Иванович, если вернуться к тому совещанию, которое вы сегодня проводили, УК «Аметист», 18 дворовых территорий не расчищено. Это именно те территории, где жители не содержат дворников. Мы на это пошли сегодня сознательно, мы завтра будем помогать. Но сегодня главы районов вывесили на подъездах информацию, что дворовые территории не очищаются. Это из-за того, что вы не содержите сегодня дворников. Но если до завтра мы составим протоколы, то территорию завтра уберем. Мы сегодня констатируем в Замулском районе, Сергей Иванович, территории очищен и дороги второй, третьей категории, частный сектор очищен. Были вопросы, поступили по арсеналу. Это улица Академика Павлова и улица Балтийская. Я выезжал туда в районе 14.30, техника там работала, дороги очищены. Я встречался с жителями. Были вопросы по железнодорожному вокзалу на верхней террасе, но тоже до 15.00 вся территория была расчищена. По железнодорожному району было проще. Все-таки территория района, хотя она и растянутая, но дороги в основном продержившие, и они отремонтированы, техника там работала. Были вопросы по пригородной зоне, по пригородному поселку и по плодопитомничеству. Выезжали туда, я направлял туда главу района, Владимира Ивановича Таркимова, фотографии тоже есть. До 16.00 все дороги привели в нормативное состояние. Несколько сложнее. Ситуация сложилась в Ярском районе, и здесь мы с Наилем Хосяновичем сегодня обговаривали о том, что упор был дан несколько не на те территории, но до 18.00 все дороги расчистили. То есть мы уже после 16.00 расчищали микро-район Пески, 50-летовый КСМ, западный бульвар и улица Автозаводскую. То есть вот до 18.00, как мы вас и информировали, мы эту территорию на сегодняшний день очистили. Таким образом, мы на сегодняшний день 1.100.000 квадратных метров подметанием сделали. Майно-твердым реагентом мы без соляной смесью не посыпали. 11 тонн рассыпали, что дало очень положительный результат у Рашксийских дорог. Затем жидкого реагента мы 10 тонн очистили, вернее разлили. И, как мы видим, тротуары мы тоже 100% привели в нормативное состояние. Есть сегодня вопрос, Сергей Иванович, о котором мы на завтра с управляющими компаниями, потому что вот этот снег и уже практически науевая температура, у нас появляется вопрос о протечке крови. То есть вот с завтрашнего утра уже управляющие компании, те, которые работали внизу, завтрашние мябрии идут на кровли, для того, чтобы там, где необходимо очистить, сбросить этот снег, мы тоже его сбросим. Далее, значит, мы, Сергей Иванович, освещали это все в средствах массовой информации. До конца дня с 6 часов утра мы выдали населению 17 информаций, где мы работаем, как работаем, отвечали на те замечания, которые есть. Осталось два вопроса, недоработанные. Это по улице Лихачева. Там сделано на 70%, 30%. Мы завтра, Маин Косянович, владеем обстановкой, мы доведем этот вопрос до конца. Таким образом, Сергей Иванович, по городу Ульяновску сегодня по транспорту вопросов нет. По дворовым территориям мы тоже привели в нормативное состояние, кроме тех домов, которые я сейчас назвал. И 20% у нас остается. Это вот дороги третьей, четвертой категории в районе Ворыпаевки и поселок Связь. Мы до завтра, до утра, до 5 часов утра, мы эти вопросы закроем. И те вопросы, которые я говорил, пример, как улица Лихачева. Техника сейчас вся уходит, до 10 часов вечера она уйдет. И к 5 часам утра все дороги будут в городе в нормативном состоянии. Спасибо большое. Давайте послушаем Дмитрий Александрович вас. И потом, может быть, Герой Иванович вас и там все дадут окончательную оценку того, как мы отработали по дороге и по таким проезжим частям. Пожалуйста. Действительно, прошедшие сутки у нас были довольно-таки сложными для работников пассажирского транспорта, для работников дорожного хозяйства. В целом, по региону прошел большой фронт, характеризующийся обильными осадками, осадками в виде снега, метели, сильного бокового ветра. Все это привело к тому, что видимость на участках автомобильных дорог едва превышала 100-150 метров. Поэтому в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в целях сохранения жизни и здоровья наших жителей, жителей региона и гостей региона, было принято решение руководством служб заказчика, служб ответственных за содержание автомобильных дорог, по введению временного ограничения, по движению по автомобильным дорогам, большегрузного транспорта и пассажирского транспорта общего пользования. В течение вчерашнего дня, вчерашнего вечера и ночи у нас трижды собирался оперативный штаб. Это все службы, которые задействованы на обеспечение, жизнеобеспечение региона. Принимались оперативные меры, как по доставке пассажирского транспорта, который в момент закрытия находился в пути. В частности, у нас были вопросы по остановке движения автобусов Корсунского, Ильзинского АТП, Базарно-Сызганского АТП. Во взаимодействии с ЕВДД были выделены специальные патрульные автомобили, были закреплены за данными автобусами комбинированные дорожные техники, для того, чтобы безопасно обеспечить их передвижение по территории региона до конечного пункта следования. В ночь была проведена большая работа совместно с муниципальными образованиями по размещению большегрузного транспорта на автомобильных дорогах или запретом на движение. Порядка 300 большегрузных автомобилей было размещено в населенных пунктах, вблизи объектов общественного питания. Я хочу сказать большие слова сегодня благодарности муниципальным образованиям Майинский район, Корсунский район, Чердаклинский район и Кузоватский район, которые организовали горячий чай, горячий кофе, продуктами питания обеспечили тех водителей, которые не могли по тем или иным причинам посетить кафе. В ночь была организована контроль по размещению пассажиров, те, которые не смогли добраться до конечного пункта, до конечной своей точки. От таких у нас всего по региону оказалось два пассажира. Один был размещен на Ульянском автовокзале, и один пассажир принял решение переждать ночь в автобусе в Ульяно-Корсунском, Корсунского района. Автобус следовал по маршруту Нижнего города Самары. Все пассажиры, их 18 человек, были доставлены до Ульянска. Но вот один пассажир высказал желание не покидать транспортные средства и при открытии дорог в 7 утра он продолжил исследование вместе с своим автобусом. В целом, я считаю, что оперативные службы все сработали на оценку удовлетворительно. И вот как констатация действительно верности принятых решений является то, что за минувшие сутки у нас зарегистрировано всего два дорожных транспортных происшествия. Слава Богу, без погибших. Поэтому вот те случаи, которые мы видели накануне других регионов России, они у нас не допущены. Что касается устранения последствий таких обидных снегопадов, то в целом по территории региона у нас сегодня в день вышло 680 единиц коммунальной техники. Действительно, на автомобильной дороге областного значения вышла вся имеющаяся техника, 215 единиц, в том числе 81 комбинированная дорожная машина. По федеральным автомобильным дорогам тоже в течение дня было выявлено максимальное количество техники, 61 единица, в том числе 33 комбинированные дорожные машины. В целом за сегодняшний день, это с 6 утра до 20 часов утра, было использовано 2750 тонн. Это очень большой объем песко-соляной смеси для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд по территории всего региона. По состоянию на 20 часов сегодняшнего дня, Сергей Иванович, докладываю, что никаких затруднений по перемещению автомобилей по территории региона у нас не имеется. Мы не останавливаемся на продземной работе. Сегодня в ночь запланируем выход на автомобильные дороги регионального значения 160 единиц техники, по федеральным дорогам 52 единицы техники, для того, чтобы устранить у нас образующийся гололед после сегодняшнего дня, после применения песко-соляной смеси. Сергей Сергеевич отметил, что у нас сегодня уже и вода на автомобильных дорогах. Понимаем, что в ночь пройдет дальнейшее замерзание ее, поэтому предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы устранять свое время на зимнюю скользкость. Хорошо, спасибо большое, Андрей Сергеевич, обобщенный сформаций по сельским районам. Есть ли где-то перебои? По крайней мере, у меня было обращение ко мне о том, что, Сергей Иванович, спасибо вам большое за вашу заботу и труд, но, пожалуйста, помогите расчистить от снега и поселок Кубра. Мы знаем, что это такое за поселок, он традиционно попадает в трудную ситуацию. Дороги центральные почистили, а стариков бросили. Очень обидно, что чистят поселковый трактор только у своих знакомых, а совесть позволила проехать мимо старушки с лопатой. Поэтому мы сейчас, конечно, послушаем главу родительского района, как там очистен поселок Кубра, но в целом по району, пожалуйста. Спасибо огромное, Сергей Иванович. Хотелось бы еще дополнительно заложить, что в целом объекты экономики Ульяновской области сработали без происшествий на промышленных предприятиях, на объектах социальной направленности. Каких-либо перебоев данная непогода не вызвала. Отрадно отметить, что все системы теплокоммунальных служб также отработали без сбоев. У нас было 15 отключений электроэнергии. Но компании, кто занимается обеспечением этой работы, в течение трех часов устранили все неполадки. Поэтому здесь можно отметить, что коммунальные службы отработали достаточно неплохо. Что касается в целом по муниципальному образованию, надо сказать, что Южный район, они у нас где-то на два дня вперед раньше получили такой снежный заряд. Поэтому работа была организована в муниципальных образованиях Каратический, Павловский, Старокулаткинский район, Николаевский, Новоспасский. И в данных районах такая непогода продержалась значительно дольше, ниже в центральной части региона и, в частности, в городе Ульяновске. Должен отметить, что на сегодняшний день основные проезды, основные автомобильные дороги по муниципальным образованиям почищены. Все объекты жизненно важной и социальной направленности также почищены. И подъездные пути соответствуют нормативу. Конечно же, необходимо уделить уважаемой главе более качественной работе на внутридворовых территориях и на тротуарной части. Поэтому есть завтрашний день. В соответствии с поставлением задачи необходимо провести работу. Обращаю внимание, что с завтрашнего дня у нас в дневное время плюсовая температура, солнечная. И это привлечет такую историю, что все тротуары, если они не будут убраны, к ночи покроется корка льда. Поэтому в обязательном порядке необходимо за завтрашний день завершить всю работу. Спасибо. Ваша оценка к государственной инспекции? Уважаемый Сергей Иванович, уважаемый участник в совещании. Позвольте, если я вам чеку, коротко. Действительно, та непогода, которая обрушилась на наш регион, то есть сильный снег, значительно недостаточная видимость, боковой ветер, препятствовала срабатыванию параграфа колорезных материалов, в результате чего на фоне снегопада параграф бокового ветра образовалась дополнительная еще введение проезжих частей автомобильных дорог региона. И указанные обстоятельства, безусловно, создавали реальную угрозу безопасности дорожного движения. По вчерашнему дню хотелось бы отдельно выразить и славу, благодарности, как Андрею Сергеевичу, Дмитрию Александровичу, также будем говорить с руководителем нашего областного центра. Здесь согласованная работа, у нас вопросов никаких не возникало, взаимодействие было полностью налажено, и поэтому все решения в соответствии с федеральным законом 257 об автомобильных дорогах владельцы принимались, и нами поддержана была госавтоинспекция. Дабы исключить и затворовые ситуации, и связанные все неудобства, но прежде всего, конечно же, безусловно, вопросы безопасности дорожного движения. На региональных дорогах вводили ограничения. Мы раньше начали по пяти, будем говорить, о региональных автомобильных дорогах. Потом первый сигнал у нас поступил на автодороге федерального значения Саранск-Ульяновск, именно причинами. До введения ограничений федеральными в 13.50 водитель грузового автомобиля Мерседес в условиях снегопада и полива с того бокового ветра съехал в кувет, сам немножко пострадал. Соответственно, вышли при поддержке Абрисовича Дмитрия Александровича во взаимодействии с федеральным управлением луга Рятского управа Тодора. Принято решение с 15 часов. Нам, как госавтоинспекция, было задействовано более 80 человек инспекторского состава, более 40 патрульных автомобилей. Дмитрий Александрович уже говорил, оказывали помощь. И Сергей Сергеевич говорил при обеспечении и приведении на амбативное состояние безопасной автомобильных дорог. Также сопровождали автобусы там, где было необходимо на этих участках ВДВ не допустить таких происшествий. На федеральный уровень три специальных сообщения мы направляли, а принимаемых нами совместных мер поддержано было и на федеральном уровне. Ну и результатом всего, наверное, прежде всего, Сергея Иванович нам оказалось, и правильно, вот, Дмитрий Александрович отметил, во время введенных нами ограничений на территории нашего региона, в результате слаженных именно совместных действий всех заинтересованных наших служб, министерств, ведомств, у нас не допущено ни одного происшествия, в котором пострадали люди. Спасибо большое, Александр Иванович. И так еще раз прозвучала ситуация у нас с тревожной, с кровлями и с возможным наличием большого количества воды на тротуарах, на внутриквартальных пространствах. Что планируется сделать? Спасибо. Значит, мы по решению штаба, который Андрей Сергеевич вчера вечером провел, провели видео селектора со всеми ответственными, организовали работы. Значит, на вот сегодняшний вечер, в 18 часов, мы оцениваем по 240 территориям на территории региона неудовлетворительное состояние покрытия тротуара. Значит, скажу, что главами приняты все меры по домам с непосредственной формой управления, как в Ульяновске, так и во всех сельских муниципальных образованиях, по очистке территории. Там остались вопросы по зауженным проездам, где стоит техника. Значит, по тротуарам там частично, вот из 800 домов с непосредственным управлением люди вышли, значит, по городу Ульяновску 400 домов были очищены управляющими компаниями по договорам с самими, значит, жителями. Или приняты меры, вот, Сергей Сергеевич, мы определились, если маршрут продвигает мимо дома с непосредственным управлением, то его чистят без всяких дебух, именно в этот снегопад. Напомню, что у нас по городу Ульяновску выпало за эти сутки 65% месячной нормы, это 16 мм, это очень серьезный объем снега. По южным муниципальным образованиям за сутки, а почти 2,5 суток снег шел, выпало порядка месячной нормы, 32 мм. Малыхла пострадала, Димитровград пострадал, по другим, порядка 40% месячной нормы выпало муниципальным образованием. Поэтому остается у нас на контроле 240 дворов по тротуарной части. Всего мы определили, что за эти сутки нуждалось в очистке порядка 490 крови, то есть были организованы работы мастеров, которые определили, что 490 крови подлежат очистке и представляют угрозу по снежным шапкам и по навесам. Значит, в ходе работ привлекли 40 бригад, то есть это люди, которые угрозащие компании сбивали эти шапки. Несколько единиц там вышек было привлечено, 13 единиц по всему, значит, по всей области. Мы на сегодняшний вечер отмечаем, что 240 крови полностью очищены, а остальным угроз нет, но есть, о чем сказал Сергей Сергеевич. Там началось процесс таяния и самоочищения. Поэтому мы сегодня все управляющие компании и руководители предупредили мастеров, которые работают в администрациях муниципальных образований, чтобы утром по повышению температуры наружного воздуха они прошли и проверили на предмет самоочищения крови, чтобы ни на кого не упали снежные глыбы. И вторая часть вопроса, это неизбежно при положительной температуре мы контролируем протекание крови там, где и на мягких кровлях сегодня начнется таяние. Вот сегодня таких заявок зафиксировано не было по службе. Мы специально это обратили внимание, но опыт прошлой весны нам показывал, что кратковременно сплески есть. Поэтому на завтра мы вооружили как службу 05, так и наши диспетчерские и министерские на предмет мониторинга вращений по протечкам. Меры, которые мы с вами разработали по предотвращению, по устранению, они нами понятны, статистику мы подведем. Значит, считаю, уважаемые главы, в первую очередь надо необходимо обратить внимание завтра на посыпку с утра солью тротуара вот в этих 240 дворовых территориях для того, чтобы люди не упали, когда вышли. Основная масса тротуаров очищена. Мы видели здесь, например, города Ульяновска, как управляющая компания, до асфальта он подсох с наступлением морозного времени, значит, и вот те меры, которые мы наметили на завтра, считаю, Сергей Иванович, завтра будут решающий день с положительной температурой по очистке полностью всех территорий. Хорошо, спасибо большое. Хочу обратить внимание по тем вопросам, которые поступили. Очень актуальный вопрос по откуда к остановке общественного транспорта напротив дома по улице Радищеву, 181. По направлению в центр города транспорт останавливается рядом с мусорным контейнером и людям дорогу только в них. До ближайшего пешеходного перехода нет тротуара, или по грязи, или по дороге. Там всего-то несколько метров. Посодействуйте, пожалуйста. Поэтому еще раз говорю. Радищеву 181 просил бы взять на особый контроль. Сергей Иванович, просите внимание, пожалуйста, на поселок Сельдь зачастую очищают только центральную улицу, а остальные остаются в стороне. Сегодня проехали, посмотрели, ну как обычно. Поэтому будьте добры, там тоже посмотрите. Сергей Иванович, хотелось бы, чтобы чистили не только дороги, но и пешеходные дорожки от Доватора до Булливера на автозаводской. Грязь неимоверная, негде пройти, вода, снег. Поэтому тоже просил бы посмотреть. Наталья Николаевна, есть какие-то еще дополнительные обращения от жителей наших? В основном все отработано. В течение всего дня мэрия пресс-служба выезжали на те вопросы, которые поступали в соцсетях, оперативно им спрасывали. Туда выезжали и сотрудники ЖДХ, и сотрудники пресс-службы, сразу бросали фотографии, сразу сделали сюжет о том, как убирается. И мы видим, что в соцсетях очень много благодарности в соцсетях людей, поэтому... Спасибо. До работы. Спасибо. Включите мне радиочистый район, чтобы мы прежде, чем разойдемся. Слышь меня, Сергей Иванович? Да, приветствую. Еще раз, вот информация, Сергей Иванович, спасибо большое за Вашу заботу и труд. Пожалуйста, помогите расчистить от снега поселок Кубра. Сергей Иванович, фракторист, который активно ощущается от количества селений, живет именно в этом поселок Кубра. Я буквально даже связался с главой поселения, есть жалобы, есть просто нервы, ничего не упало. Еще раз, вот сейчас подойду фракторист, узнаю, проеду, по крайней мере, посмотрю. Ну, по крайней мере, сегодня все фрактористы работают в этом поселке. У меня просьба огромная, не хочу ничего спорить, говорить, я зачастую обращение, которое поступило. Поэтому завтра с утра, пожалуйста, до 10 мне доложите. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. У руководителя муниципалитетов есть какие-то вопросы? Нужна какая-то помощь, с учетом, так сказать, обилия снега, которая выпала, вот как говорил Аксо Яковлевич, ну, почти месячная норма? Нет, никому помощь не нужна. Замечательно. Еще раз хочу сказать огромные слова благодарности всем, кто принимал участие в борьбе с этой стихией. Спасибо огромное за понимание, за поддержку жителям нашего региона, города Ульянска в частности. Ну и надеюсь, о том, что мы и дальше с вами будем вот так вот оперативно работать для того, чтобы решать очень важные и государственные, и муниципальные, да и вообще в целом народные задачи. Спасибо всем огромное. Спасибо. Так, мы сейчас вот по пандемии, прям, проговорим, прям, буквально, может, здесь 15 лет, а потом это там отдельно. Так, все, спасибо. Сейчас мы просто по коронавирусу проговорим. Спасибо.